Гречку Дима кушает, а я творожок. У меня вот творожок с этим вареньем. Кстати, очень вкусно. На него был обзор. Уже почти я доела. Классный, кстати. Перемешиваешь. Прям вкуснясина такая. Немножко даже чувствуется сам апельсин, хотя он не очень. Обязательно посмотрите на него обзор. На это вот варенье, которое стоило 150 рублей еще только со скидкой. Без скидки оно дороже стоит. Так называется. Мне будет приятно. Вы посмотрите и напишите свои комментарии. Я ее уже доела, но я купила ее ради баночки, на самом деле. Хочу коллекцию таких баночек, чтобы в них класть орешки, сухофрукты. Ну, такое вот. То есть, в принципе, она подходит. Но, оказалось, там варенье это невкусно. Поэтому 330 грамм. Поэтому не знаю, как я буду дальше. Сын в окно выглядывает и говорит, мам, там буквы, там буквы. Я говорю, господи, какие там буквы могут быть? А тут, оказывается, вон, машина приехала. Какая буква там? Мэ, да ты, говоришь, первая? Мэ, какая еще дальше там буква? Да, Дима? Я, да. Я? А, ну да, я есть тоже. Я есть тоже. Не так много, но, кстати, гуляет народ. Все Дима делает. Кашу ест. У нас сегодня гречка. Гречневая каша с молочком. Дима на молочке отдельно стоит. Мое молочко. Вот, кашка моя. Хребушек. Тут утренний чай мы допиваем еще. Чайнички, да? Ой, хорошо как. Хребушек. Это из муки Алексеевской, нашей Самарской. Мне не подраховалось. Но у нее будет отдельный обзор. Гречка. Теперь я понимаю, почему так люди с гречкой затарились. Она всегда рассыпчатая. Такая. Уже второй раз едим. Горячая. Горячая. Ну, ты дуй. Дуй ее. Язычком попробуй. Подуй, подуй еще. В таких, кстати, тарелках стеклянных быстро еда остывает. И мне прям это очень нравится. Предыдущие. Вот у меня были бело-черные. Тоже в Экспрессе частично покупала. Вот это, кстати, продавались они в Экспрессе. Потом уже появились. Но у меня уже были они. Мне нравится. У них еда всегда теплая. Для меня это устраивает очень. Короче, смотрите. Я тут мешочки себе положила. Сейчас буду вот этот вот творог присыпать в пакеты на порции. И замораживать. Мама купила две пачки творога. Одну должна была бабуля отнести. Но ей уже принесли творог. И поэтому так получилось, что у меня две пачки творога. Мы не съедим. И я решила заморозить. И так хочу показать. Вот хотела на обзор отправить. Купили крекер. А оказалась открытая пачка. Она была в мешочке. Я порвала мешок. Причем он завязан был с этой стороны. То есть я с этой стороны порвала. Стала ее вот так вытаскивать. То есть потянула. И здесь была дырка снизу. И все выпало. Был очень такой плотно завязан. Это покупала в Победе. Они все были в таких мешочках. Видимо все были порваты. И наверное такая была у нас партия. Обидно. Хотела для вас сделать обзорчик. Не получилось. Так. Сейчас мы будем их по порции залить. Чуть сюда. Так в садике я помню. Мальчик принес жвачку. И мы ее помним. Ее воспитательница говорит. Надо делиться со всеми. И каждый ее по чуть-чуть кусал. Я помню. И все кусали одну жвачку. Какой нафиг там вирус был. На вирусе никакого ничего такого не было. В разговорах. Все дети кусали. Одну жвачку. На всю жизнь зато запомнился. Мне кажется у меня есть меньше. Или нет. Здесь меньше. Вот. Тут меньше. Сюда. А потом я просто достану этот мешочек. Вот. Вот так. Это что такое там? А я его сейчас съем. Ладно. Пускай лежит там. Потом я просто достану этот мешочек. Разморожу и съем. Как раз, кстати, это правильно замораживать. Это вот приклюснутая, когда еда. И она лежит вот так вот слоями. Друг на дружке, друг на дружке. Он съел. Он больше съел, чем эти два. Получается, смотрите, большой. Вот так вот. Во. Что-то я прям это перебрала. Ну ладно. Пришел это, приходил к нам сегодня главный по подъезду. Теперь мы с коммунальника переходим в какую-то другую там компанию. Союз, там КМДРАБ, чего-то там. Вот. Я сейчас сидела, бумажку там заполняла. Сейчас я ее покажу. Короче, вот. Вот такие вот у нас сегодня принесли нам документик. И вот тут вот, незаполненный. Короче, блин, так много написано. Если честно, мне не понравилось. Мне восемь по восьмому вопросу. Даже черным таким выделено. Тра-та-та-та-та-та-та. За, против, воздержался. Блин, зачем писать по восьмому вопросу? Блин, ты лучше подчеркни в этом вот во всем самое главное. То, что является, чтобы мне не читать это все. Мне придется полностью это читать. Просто подчеркни главный вопрос, и все. А там, блин, что-то... А, вот тут вот вообще уже непонятно было написано.